а здрасте друзья всем приветули у нас продолжается золотой колос и 12-24 дня у нас зачем я в общем то начал эту игру точнее запись этой серии если у нас нихрена не созрела а просто так на самом деле нет погнали на поля пробежимся посмотрим в каком она у нас состоянии 57 процентов рожь я говорил в прошлой серии что уборка будет утром следующего дня здесь у нас 28 процентов рожь и здесь у нас 28 процентов рожь и еще на десятом поле поверьте на слово там пшеничка и скорее всего 57 процентов да вообще чего я хотел начать это наши теплички посмотрите здесь ничего нету а если мы зайдем в меню тепличек заводы тепличный комплекс то мы увидим что во первых можно здесь внести удобрение грунт выгрузить загрузить внести удобрение все можно засаживать новыми до клубника 5 кубов а у нас есть контракты контракты на клубнику посмотрите какие классные 106 149 150 а у нас их всего 5 точнее 6 кубов там или 5 до но это все не просто так дело в том что я заранее обо всем позаботился и вся эта клубничка у нас загружена в наш поезд поэтому мы сейчас без промедления можем взять и отвести все эти контракты тем более что некоторые из них истекают уже вот-вот прям совсем вот-вот много активные контракты блин давайте ладно давайте его сюда кинем еще такого у нас не было соответственно нам нужно отвезти в порт и нужно отвезти на жидостанцию именно молочный завод твою мать на молочный завод это не круто еще и сразу не посмотрел этого молочный завод у нас вот здесь и туда не ездят поезда да как прям как в тамбов сколько туда надо 149 кубов надо высыпать значит нет не надо высыпать сначала мы покатаемся заводим поезд и сейчас друзья у нас как обычно таймлапсик да люблю я знаете ли таймлапсики давайте вот это мы тогда закроем а вот это перенесем вот сюда и это будет правильно погнали от съездим в порт все по-быстрому супер быстрый таймлапс сейчас это все отвезем разгрузим на жидостанцию сгоняем или нет на молочку в принципе там не горит ладно погнали все едем потому что 500 раз менять планы это плохая идея когда меняешь решение но получается потом смешно так что погнали кататься на паровозике как обычно у нас этого последней серии начинаются мы Продолжение следует... Вот, друзья, вот такое вот небольшое путешествие у нас получилось на железнодорожную станцию, в порт, в общем-то, покатались на паровозике, да. Черт, как-то я так прогадался с этой молочной, молочным заводом. Но ничего, сейчас мы и это дело тоже быстренько избавимся от этой клубнички. Надо только ее из поезда все выгрузить, потому что на складе у нас нихрена не осталось. А еще, я так понимаю... Так, все. Поезд мы глушим, и оно у нас выгружается. Я надеюсь, у нас валероны-то умеют... Черт, а что он с другой стороны вышел? Я надеюсь, валероны-то у нас умеют кататься на молочный завод. А где? Черт, у нас тягача здесь нету. Значит, ладно, потом мы это сделаем, потому что у меня были совершенно другие планы на эту серию. Точнее, не было планов кататься на Урале. Урал сейчас немножко занят. Но скоро освободится. Погнали, короче, знаете куда? Как обычно, на биржу контрактиков. Да-да-да. А, здрасте, биржа контрактов. Показывай, что у тебя есть интересное. Прям интересно. Нас интересует что-нибудь, что можно сеять в тепличках, да. И здесь у нас есть для тепличек только огурцы. Хм, 349 и 303 куба. Сколько у нас осталось огурцов? Расскажите мне, пожалуйста. Просто тепличный комплекс. У нас осталось огурцов 254 куба. Что-то как-то не очень много. 254. Если мы очень сильно захотим, а мы, в принципе, это сильно хотим, то 593 куба мы можем вырастить в наших тепличках как нихер. Давайте, короче, чтобы и сильно не париться, купим 7 поддонов рассады с огурчиками. Все засеем. И, короче, у нас будут огурцы. Выполним контракт. 32 и 44 часа. Замечательно. Так что можно смело брать. Кстати, я, по-моему, забыл в прошлый раз накрутить цену на кукурузку. Точнее, клубничку. Че-то я кукурузкой ее назвал. Так, огурцы, огурцы, огурцы. Вот они, огурцы. Берем. А почему бы и нет? ЖД-станция. ЖД-станция и ЖД-станция. Вообще шикарно. Только вот они на разных путях находятся. Это не круто. Но ничего страшного. И придется все равно два раза ехать. Не, не придется. Не, придется, да. У нас 6 вагонов по 100 кубов, а нам всего в сумме нужно будет 652 куба. Ну и ладно. Далее. Смотрим, что у нас еще есть. Меня интересует мука. Мука кукурузная. И у нас есть контракт на 364 куба. Его мы, кстати, тоже уже можем взять. А еще фасованная пшеничная и фасованная ржаная мука. 41 час. В принципе, так-то успеет сделаться, да? Давайте посмотрим, что на нашей мельнице вообще происходит. Я собрал урожай и весь его отвез туда, если кому интересно. Соответственно, у нас есть кукурузные муки 330 кубов. А что это вы и тут не делаетесь, а? У нас же вроде как уже рожаная пшеничная. А почему выключены линии были, а? Объясните мне, пожалуйста. Ну-ка, давайте, мелите мне муку. Насчет обслуживания линий тоже надо пробежаться. 99 процентов. А, у нас, короче, я не запустил просто. Я понял. 7 часов у нас тут вот до ТО. Помола кукуруза. Ну и по фасовке все у нас прям прекрасно. По линиям. Короче, ТО надо будет сделать через 7 часов. Кубов сделаем. Значит, у нас есть дохренище уже кукурузной муки. И еще 65 кубов может здесь перемолоться. А можно это вот сюда сделать? В принципе, вот эти вот 364 куба можно выполнить просто как нефиг. По поводу фасованной муки. Пшеничная и ржаная. 320 и 403 куба. Ну, 320 фасованной здесь может вполне получиться. А вот ржаной. Черт, сколько там надо было? Еще 113 кубов осталось. Ржаной 403 куба надо. И вот в это я не очень верю. Как бы кукурузная и пшеничная, видимо, для нас не проблема. А что там по времени? Черт, как тяжело вот это вот надо постоянно щелкать. 41 час. За 41 час можно сделать. Если ее не хватит, можно докупить. 47 часов тоже можно сделать. У, кстати, томаты есть. 22 часа. Даже не успела бы вырасти. Нахер такое. Мука кукурузная. Ладно, давайте все брать. А если чего-то будет не хватать, мы будем видеть. Мы докупим. Докупим. Это не проблема. Соответственно, смотрите, что мы делаем. Мы принимаем контракт по 1000 за кубометр. Мука кукурузная. Бздынь. А есть. На хлебокомбинат надо будет отвезти. Далее. На бирже контрактов мы принимаем фасованную пшеничную муку. Она прям аж дороже стоит. Ну так фасованная же, е-мое. 65% там была насыщенность рынка. Откуда они это берут, если мельница только у меня? И фасованная ржаная мука. Тоже чуть-чуть накрутим. 28% насыщенность рынка по 1065. В универмаг. Фасованная мука. Скорее всего, будем возить через склады, которые у нас на этом. Ладно. Соответственно, для того, чтобы у нас была фасованная пшеничная мука, мы включаем линию. А она не включается. Представляете? А потому что у нас не выбрано это окно. Фасованную, то есть пшеничную муку мы фасуем. И фасуется она медленнее, чем я понял. И, соответственно, фасованной ржаной муки мы тоже запускаем. Пускай все фасуется. Я думаю, что оно должно успеть к тому моменту, как мы все это будем делать, как это нам все понадобится. Далее. Что мы делаем далее? Далее нам надо пойти купить рассаду. И для этого мы идем на садовый центр. Как ни странно. Просто бежим туда и все. И добегаем мы туда довольно быстро. И здесь стоит наш Урал. Прекраснейший Урал, да. Соответственно, в первую очередь нам нужна рассада. 7 единиц. 7 поддонов с огурчиками. Огурцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Блин, опять все деньги сейчас потратим. И семена. Возьмем еще семян. Мы тут засеяли рожи много. Ржи, точнее. Да. Вот это я сказал. Рожи. Ржи. Соответственно, возьмем 3 поддона с рожью. И 1 поддончик с пшеничкой. Черт, оно не купилось. Я понял. Надо отогнать машинку. Оно мешает. Машинка мешает. Так иногда бывает. Так, а что это у нас тут стало интересно? Это у нас поддон с семенами. Я понял. Это пшеница или рожь? Ладно, сейчас купим рожь. Скорее всего это рожь, потому что мы же ее первую брали. Берем 2 поддона с рожью. И 1, и 2. Да, это рожь. И берем 1 поддон пшеничкой. И отличается он. Да, отличается немножко. Отлично. Соответственно, все это дело. Мы сейчас грузим на автопогрузку. Проезжаем еще мимо наших поддонов с рассадой. Еще это быстренько мы сделаем. И отвозим все это дело на наши теплички и на наше хранилище для семян. Как ни странно, да? Погнали. Вот, друзья. Вот так вот мы все это самое. Эти плички у нас теперь все с ними круто, да? Что-то в последнее время я очень много говорю слово это самое. И это плохо, потому что это слово паразит. От них надо избавляться. Короче, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы пригнали Урал обратно на теплички. А это значит, мы можем загрузить Валерона. Вопрос только, сколько нам надо раз туда съездить будет? И сколько надо загрузить этих самых клубничек? Да. Во-первых, контракт на клубнику. Покажись. Давай. 149 кубов. Если у нас здесь вместимость по 24 куба, то это получается 96-4 ходки, 120-144. 6 ходок это 144, значит 5 кубов. Первая ходка 5 кубов и потом еще 6 ходок. Надеюсь, я посчитал правильно. Если нет, то и хер с ним. Клубника. Ух, какие ящики-то с клубничкой. Клубника. Хм, прикольно. Первый раз такое вижу. Ну и ладно. Короче, товарища отправляем. Он у нас будет все это делать. Я думаю, пока мы будем разбираться с нашей мукой, он все сделает. Хотя на самом деле, до муки... Ладно, это потом. У меня есть еще один план, о котором вы... О котором я не хочу спойлерить пока что. Так что, чтоб смотрели до конца и знали, что происходит. Вот такой вот я хитрожопый. Да. Нам сейчас, друзья, надо в магазин. А иду я совершенно не в магазин. Я перепутал дорогу. Вот он, наш магазин. Что нам надо здесь купить? Нам надо здесь купить муковоз. Потому что нам надо возить нефасованную муку. Соответственно, муковоз у нас находится вот здесь. Да. Вот здесь. 45 тысяч. Он стоит 34 куба. Что-то как-то не круто. Дороговато. Ну ладно, берем. И к нему, наверное, мы купим отдельного тягача. Не знаю, правда, какого. Может, Урала вот такой. Блин, 70 тысяч. Ни хрена себе. Ман тяжелый. Слушайте, а тут все недорогие, а? Можно еще одного Урала взять. Дешевые сердиты. Ну ладно, давайте вот Урал Next. Я думаю, вы будете счастливы. Покрасим его в такой серый цвет. Крепление заднее добавим. Цвет обода тоже пускай будет такой темненький. Короче, под муковоз. Тоже покупаем. 72 тысячи он стоит. И бздынь. Добро пожаловать. Даже почти по цвету похоже. Правда, муковоз как-то выглядит намного солиднее, чем этот самый Урал. Ну ничего. В общем-то, мы все это дело цепляем. И едем на мельницу. И встречаемся уже на мельнице, друзья. Именно там будем разбираться с нашей мукой. Что, нормально? Да, в принципе, нормально. Пойдет. А знаете, друзья, этот Урал довольно-таки мило выглядит изнутри. Такой, не скажешь, что прям тягач. Хотя, я бы тягачом это тоже не назвал. Ей-то он довольно-таки тяжело. Увы. Соответственно, где у нас грузится мука? Расскажите мне, пожалуйста. Мука у нас должна грузиться с той стороны. Да, вот здесь вот. Интересно, надо ли... Нет, не здесь, наверное. Здесь у нас зерно выгружается. Ну-ка, расскажите. Нет, здесь загружать муку. Все правильно. Так вот, подъезжаем. И да, она будет грузиться. Это хорошо. Но вопрос. Вопрос на засыпку, что называется. Мельница. У нас остановлено производство кукурузной муки, потому что склад забит. Мне даже уведомлялка пришла на эту тему. Так, пшеничная ржаная мука фасуется. С этим все понятно. Контракт. Я хотел посмотреть контракт, да. Контракт мука кукурузная. Хлебокомбинат номер 3. Где у нас находится хлебокомбинат? Он находится у нас в городе. Соответственно, надо научить Валерона, чтобы он туда возил на Урале муку. В общем-то, сейчас я этим займусь. Короче, друзья. Научил я Валерончика этим всем делом заниматься. Кстати, пока я отвозил первый прицеп, успел сделаться... А не, не успел. Соврал. Я думал 300. Что-то неправильно посчитал. Мельница, мельница, мельница. Кукуруза. Все нормально. Линия опять запустилась. Это прекрасно. Знаете, там есть одна проблема с Валеронами. Во-первых, я пришлось развернуться, потому что у нас здесь пункт выгрузки. Валерон возьмет и выгрузит здесь все. А во-вторых, здесь очень маленький триггер разгрузки. И разгружает муку он только если... Вот он вроде даже значок показывает, но он так не разгружает ни хрена. А вот если подъехать вот так вот, чтобы шланг цепанулся, вот тогда он разгружает. Вот такая вот здесь интересная механика. Это классно на самом деле. Короче говоря, мы Валерончик отправляем. Я ему сказал пока что съездить 7 раз. Он съездит, а там мы уже будем смотреть, как у нас и что. Заодно там клубничка отвезется, будет дохренища бабла. Можно, кстати, вот этот контракт на муку кукурузную тоже вывезти сюда. Пускай он здесь тоже будет. Вот там заодно клубничку привезли. Классно. Клубничка дорогая, зараза. Один грузовичок стоит кучу денег. Трактор. Кстати, у нас трактор называется... А почему называется трактор? Хрен поймёт. Урал, видимо, называется трактор, да? Да. Короче, что я хотел сказать. Клубничка разгружается и это 57 тысяч 850 денег. Это классно, это много. А ещё вот Урал поехал. Кстати, да, маневрировать по городу я ему здесь не завидую. А ещё где-то паровозик едет. Я слышал, да, паровозик. Классно. Он большой. Нет, не большой. Ну и ладно. Я говорил про Урал. Погнали смотреть. Чего там с Уралом? У него здесь придётся немножко поманеврировать. Я, знаете ли, дорогу ему рассказывал, говорил, туда повернёшь, туда повернёшь. И, может быть, где-то был неправ. Хотя, кстати, он нормально. Может быть, был другой, более близкий, более быстрый путь. Но, знаете ли, я художник. Я так вижу. И поэтому я сделал так, как сделал. Не, вообще страшная машина, на самом деле. Здесь пришлось немножко по бордюрам, но ничего страшного. Правда, прицеп у хана придёт, если так часто делать. А вот он, кстати, и хлебзавод наш. Практически через дорогу вот здесь. Точнее, это не наш хлебзавод, и мы его не будем даже покупать в этом прохождении. В 19-й ферме в планах взять все заводы. А в этой нет такого в планах, да. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что приехал муковоз, да. Вот он сюда приезжает. Самое главное, что он сюда заезжает. Главное, чтобы он ещё выгрузился, потому что здесь тоже такой же маленький триггер. Но я думаю, что манускриптовцы об этом позаботились, и всё прекрасно должно работать. Потому что если не будет, то это будет странно. Я тогда прям офигею с этого. Ну-ка, давай-ка, расскажи-ка. Опа, подсосалось, и опа, пошло. Прикольно, классно. Блин, с этими шлангами вообще красавчики. Мне очень нравится. В общем-то, это всё у нас дело работает. Я думаю, что до финиша он точно доедет до конца. 34 тысячи денег он нам приносит, друзья. И у нас есть ещё одна задача. Интересная задача, да. Погнали, знаете, куда? В риелторское агентство. Вот так вот внезапно. Хотя ладно, серия называется как-нибудь типа «Ещё одна дорогая покупка» или что-то в этом духе. Поэтому, да, логично, что это будет через риелторское агентство. Где оно? Вот оно здесь на площади должно быть, да? Да. Во. Знаете, что я хочу купить? А вот не знаете. Я хочу, друзья, купить птицеферму. В принципе, мы посмотрели все механики, кроме птицефермы и ещё одной, которую я вам покажу в следующей серии. Если у нас хватит денег. Хе-хе-хе. По сути дела, все животные точно так же, как и овчарня. С птицефермой всё немножко по-другому, поэтому мы это всё дело тоже посмотрим. Чёрт! А тут 80% лояльность. И 630 тысяч она стоит. Она сейчас может залупиться там. Будет не круто. Ну ладно, агент связался. Вообще, кстати, можно пойти и прокачать лояльность. Всё равно мы сейчас ждём, пока отвезётся клубника и рожь. Какая рожь? Мука. Мука. Мы ждём, пока отвезётся клубника и мука. Правда, я не знаю, будет ли работать загрузка во время прохождения миссии. По-моему, здесь у нас агентство, да? Биржа труда. Вот она. Что у нас есть такое, чем владеет бойко Александра? Охрен его знает, чем она ещё и владеет. Каким полем? Мы это через риелторское агентство посмотрим. Так, Александра, давайте-ка не выпендривайтесь. Найдите мне какой-нибудь. Так, 21-ое поле и 26-ое. И что, и всё? Не, ещё 34-ое. 21-ое, 26-ое и 34-ое. Что у нас на 21-ом поле? Чёрт. Засеять гигантское поле 191 минута. Но его нахер. Такие именины. Вот, 12 минут удобрения. Отлично. Давайте выполним по-быструхе вот этот самый контракт. Удобрим поле, прокачаем лояльность. Почему бы и нет? Надеюсь, что там с контрактами валероны будут работать. Потому что механика, знаете ли, не очень классная в этой игре. С контрактами. Именно с контрактами, да. Соответственно, ширина у нас авто. Смещение мы вырубаем. И установка курса левее. Точнее, правее. А ещё знаете, что можно сделать? Ещё можно сделать режим конец поля. И направо развернуться. Вот так вот. GPS. Классная штука. Соответственно. Чёрт. Заводим двигатель. Включаем GPS. Включаем удобрение. Которое у нас здесь не тратится. И погнали. И оно всё будет удобряться. Чёрт. Она же шире, чем он сказал. А чё так? 28 метров ширина. Ты меня обманул. 36 метров. Конечно. Давай-ка заново. Вот так вот. Всё. Теперь полетели. Сейчас это всё у нас быстро здесь удобрится. Прям очень быстро это произойдёт. Я в этом уверен. И будет выполнен у нас вот такой вот контрактик. Задание на чужом поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоп, друзья. Вот я кот. Ещё пять тысяч денег получили. А ещё, разумеется, у нас сломались все триггера. То есть наши валероны, которые сейчас возили то, что они возили, они перестали это всё возить. Так что во время контрактов перевозки тоже не работают. Не только разгрузка с комбайна. И это грустненько. Это не круто. В 19 ферме, кстати, это будет работать. Ну-ка, давай мука кукурузная. Если мы в тебя сами всё загрузим, ты сам поедешь, а? Просто вот интересно. Да, долго оно загружается. И жалко, нет никакой анимации. Хотя это тоже, то ли... Нет, это не со шланга. Должно быть как-то сверху. Ну ладно. Да, он двигатель завёл, значит поедет. Красавчик. Поехал. Соответственно, перемещаемся мы тогда к нашему Уралу. И загружаем в него клубничку. В общем-то, она тоже загрузится. И он поедет. А мы погнали знаете куда? В агентство. Нам неплохо было бы ещё на бирже труда ещё один контракт сделать. Как мы смотрели, у неё ещё 36-е поле есть. Нет, это не она. 37-е тоже не она. Чёрт. Я ж смотрел. Ну вот как так-то, а? Я ж там щёлкал и была 34-я. Я перепутал. Я как обычно всё напутал. 34-е поле у нас принадлежит вот этой вот FIFI. И тут в принципе то же самое. Удобрение поля. Поэтому давайте мы это дело тоже сейчас выполним. Чёрт, поле кривое. Я такое не люблю. Да, этот контракт будет уже не таким простым, не таким быстрым. Ну ладно. Так, эта штука у нас пока разворачивается. Мы настроим себе GPS. Да. Ширина авто 30 метров. Без смещения. Надо бы начать, наверное, с правого края. Поедем? Погнали, да. Погнали туда. Сейчас будем это всё... Я так понимаю, жидким навозом... Да, жидким навозом это всё поливается. Ничего, будет весело. Так, вот так вот мы как-то выставляемся. Начинать будем вот так вот. Соответственно, ширина авто выставляем ещё раз на всякий случай. Смещаем курс влево, чтобы всё было чётенько. Да, что-то долго эти стрелочки перемещаются. Но ничего. Вот так вот. Мне нравится. Соответственно, разворот в конце поля на левую сторону. Вроде как всё. Ну что, кто там любит у нас полевые работы в таймлапсе? Вот оно. Чёрт, только я двигатель заглушил. Всё, поехали. Поливать это всё дело. И всё будет у нас классно, да. Заработаем ещё денежков. Субтитры подогнал «Симон»! И хоп, у нас ещё один контракт выполнен. А это значит, что... Где наша птизоферма? Вот. Лояльность владельца отныне 100%. Запрос отправлен. В общем-то, сейчас, друзья, у нас продолжаются возиться наши контрактики. Продолжается производиться мука. А мы просто ждём, пока это Александра соизволит нам ответить насчёт курятника. А также смотрим, что у нас там по муке. Надо ли там добавлять, что-то докупать. Или же хватит того, что у нас есть. Точнее, понятно, что не хватит. Но вопрос, сколько докупать и так далее. В общем-то, мы пока, друзья, просто ждём. А я пойду съем булочку. Итак, друзья, у нас на часах 15-20. Соответственно, мука кукурузная почти вся перемололась. И мы видим, что нам хватит её, чтобы отвезти её по контракту полностью. Соответственно, валерон, который это всё делает, сейчас это всё довезёт. Ещё у нас клубничка высыпается, ещё одну ходку ему придётся сделать. Или нет, или он сейчас всё высыпет. А он сейчас всё высыпет. Красавчик, он уже закончил. У нас есть миллион двести. В общем-то, птицеферму, какой бы ни был ответ, если она залупит кучу денег, то мы всё равно купим. И это здорово. Опаньки, и контракт у нас на клубничку выполнен. Круто. Миллион двести уже есть. Соответственно, у нас уже почти перемололась вся рожь. Там тоже немножко осталось. Давайте-ка время мотнём. Пускай она перемалывается, и вся клубника, точнее кукуруза, тоже перемалывается. Вот пшеницы у нас ещё много. Пшеницы как-то не всё ещё сделано. Там, кстати, отруби скоро забиться могут. А отруби у нас возятся в полувагонах, если на поезде, а не в зерновых. Опаньки, линия помола ржи остановлена. А рожь у нас всё. И хоп, и кукуруза сейчас тоже самое нам напишет. Да. Время приостанавливаем, чтобы как-то подумать обо всём. Кстати, пока у нас линия кукурузы остановлена, мы можем линию помола кукурузы провести ТО. Три часа как раз оно будет делаться, и 30 часов оно сможет дальше прослужить. Замечательно. Вот так вот это всё и делается. По остальному у нас всё нормально. Муку мы пока не фасуем кукурузную. И знаете, о чём я ещё подумал? У нас уже 4 часа, и вот эти контракты на фасованную пшеничную муку 43 часа, 37 часов, почти двое суток. То есть, соответственно, тот урожай, который мы сможем убрать, а уборку мы начнём рано утром, часов в 7, наверное, мы сразу же отвезём сюда всё, и сможем это всё перемолоть, и возможно, даже хватит нам всё это на контракт. В универмаг, блин, возить, да не прикольно. И на мясокомбинат. На мясокомбинат, кстати, у нас здесь рядом. Загрузил просто и выгрузил рядом. Это мы быстро сделаем. Короче, вот такие вот пироги. Значит, дальше мотаем время и ждём, пока нам ответят по поводу нашей птицефермы. А вот, кстати, и пришёл ответ на запрос. Я даже толком-то и не перемотал. Погнали смотреть. Давайте все эти окна позакрываем. Погнали в риелторскую контору смотреть. Так, открывайте нам ворота калитки, мы бежим. Может быть, у нас сейчас появится птицеферма, и в следующий раз мы будем с ней играть. А почему бы, собственно, и нет. Так, где у нас риелторское агентство? Я тут уже пытаюсь так ориентироваться. Так, вокзал от вокзала направо и дальше площадь. Что-то я не туда пошёл. По-моему, здесь где-то. Да, вот оно. Участки. Птицеферма. Пришёл ответ на запрос. Смотреть. 662 тысячи, мы обязательно это всё дело покупаем. Ха! Ну и что ж, погнали тогда смотреть, что мы купили. Только я что-то не могу найти её на карте. Вот она. Нашёл сразу же, как только сказал, что не могу её найти. Соответственно, смотрите. Нам нужно купить яйца, которые мы загрузим сюда в инкубатор. Делается это исключительно, там, по-моему, с 9 утра. С 9 до 12. Можно это всё дело сюда яйца загрузить. Соответственно, что у нас здесь? Что это за иконка такая? Хрен узнает, потом разберёмся. Здесь у нас выгружать воду. Да, у нас здесь два этих самых отделения, что ли. Здесь загружать мясные продукты. Хм, здесь выгружать зерновые, это понятно. Короче, ладно, погнали в животное. Птицеферма. По меню полазим. Посмотрим, что здесь. Значит, у нас есть два вида цыплят. Бройлеры и несушки. Несушки несут больше яиц. Бройлеры, соответственно, несут меньше яиц. Может, вообще не несут, точно не помню. Они, короче, забиваются потом на мясо. Соответственно, им нужна водичка и комбикорм. Специальный комбикорм. У нас, типа, здесь комбикормовый завод, насколько я понимаю. Давайте посмотрим в заводах. Вот комбикормовый цех. Линия производства комбикорма несушки. Соответственно, пшеница, кукуруза, жмых, отруби. И получается комбикорм. И, соответственно, на бройлер. То бишь, на мясо. Но мы, наверное, возьмём несушек себе. Соответственно, они у нас хавают пшеницу, кукурузу, жмых и отруби. И так далее. Тут тоже самое идёт. Обслуживание линий. Кстати, давайте, пока мы этим не пользуемся, мы это всё сделаем. Запустим обслуживание. Пока у нас тут ничего не происходит. Отруби мы возьмём наши отруби. Жмых мы купим. Кукурузу, пшеницу мы, наверное, тоже купим. Которые войдут именно на корм. А там уже разберёмся. Но это всё, друзья, мы уже сделаем в следующей серии. Купим яиц. Загрузим их в инкубатор. Будем собирать наши поля. Вот и поразвлекаемся с курочками. Находится он, конечно, не очень удобно, я бы сказал. Но ничего страшного. Посмотрим, поворачиваем немножко яйца. Я ещё немножко более досконально ознакомлюсь со справкой, чтобы вам всё это прям точно рассказать. Мы откроем контрактик, чтобы ещё за этим наблюдать. В общем-то, ждём, пока у нас привезётся мука. И будем заканчивать эту серию. Опаньки, а здесь где-то монетка была. Я её слышу. Где-то здесь она должна быть. Где ты? Вон она. На мусорках. Вы выкинули монетки на мусорке. Ещё 59 штук у нас не собрано. Тяжеловато это, да. Ладно, погнали на нашу мельницу. Мельница всему голова. Здесь у нас много всего интересного. Правда, зачем я сюда пришёл, я не знаю. Но неважно. В общем-то, ждём, пока выполнится контрактик, да. Ну и вот, друзья, аллилуйя. Последняя ходка у нас муки. И этот контракт будет выполнен. И это прям круто. Мы сегодня кучу денег заработали. Сейчас я вам покажу сколько. Сейчас он тут только разгрузится. И мы с вами посмотрим статистику. А ещё я вам покажу интересный скриншотик. Так, пошла разгрузка. Это последняя ходка. Так что, хоп, и всё. Выполнено всё. У него осталось ещё 10 кубов, но он там отвезёт, короче. Отвезёт и положит обратно. Я верю, у него получится. Чё я хотел посмотреть. Статистика, друзья. Сегодня мы перебили 300 часов на этой карте. А вот вам, кстати, скриншотик прошлой серии. Это вот игровая сессия была. Я записывал серию и закадровые работы. И посмотрите на время в игре. Это для тех, кому интересно, сколько времени уходит на запись серии. Это без монтажа, без всего. Это просто вот так вот, да, вот так живём. Ну ладно, это я вообще не то хотел посмотреть. Финансы, которые поют романс. Сегодня доходы от продажи урожая у нас 1 270 000. Да, охренеть. Но 600 000 мы потратили на птицеферму, поэтому вот так вот. Ещё семена, рассада и всё остальное тоже кучу денег. Новый Урал у нас появился, классный. Или не очень классный. Ну ладно, для разнообразия взяли Урала. Но там, кстати, уже походу пока я тут распинался. А не, он ещё едет. Ладно, давайте последние штрихи уже на сегодня. Остановим все линии. Точнее добьём, чтобы они остановились, да. Придём вот сюда. Встанем вот так вот. Открываем нашу мельницу. Блин, а им тут ещё до хрена работать, если так посмотреть. Ну, в общем-то, мотаем время. И пошла у нас пшеничка. Теперь с ультра-быстрой скоростью перемалывается. Теперь у нас всё фасуется быстро. Да, на перемотке это вот так вот работает. Вообще, мне нравится. В отличие от всяких там глобалов, когда, знаете, раз в 5 минут сразу куб. И как-то так. А тут вот каждую секунду, полсекунды всё это вот так вот оперативно идёт быстро. По каждому литрику всё красиво. Так, у нас, кстати, Урал приехал обратно. Давайте проконтролируем, чтобы он там выгрузился нормально. Потому что вообще это должно работать. Да, выгружается. Красота вообще. Значит, мотаем время дальше. И сейчас наступит ночь. Тёмная. Тёмная-тёмная ночь. Да. Муки у нас ещё 31 куб остался в сумме. Я имею в виду кукурузный. И приходит закат. Здесь, кстати, в отличие от 19 фермы, очень красивое небо. И смена суток происходит очень красиво. И закат и рассвет тоже очень красивые. Нам будет вот этого вот, вот этой вот всей красоты нам будет не хватать. Когда мы отсюда уйдём. Кошмар, да. Мельница, мельница, мельница работает. Всё нормально. У меня ещё не едет крыша. Не переживайте. Фасуется оно, я бы сказал, не очень быстро. Я думаю, как бы ещё контракт успеть выполнить. Потому что можем не успеть. Но будем стараться успеть. Хм, логично, да? Так, у нас почти пшеница домололась. И так, хоп. Она остановлена, да. Прекрасно, когда вот такие вот смс-ки тебе присылают. Давайте остановим время. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу зайти в обслуживание линий. И смотрите, у нас здесь ДТО, хотя смысла нет особо. Тут 28 часов осталось, 30. Я думал, может ТО сделать, пока линия стоит. А потом подумал, что не надо. До хрена времени тратить просто так деньги на это. Нет никакого смысла и желания и вообще. Да, фасовка идёт не самым быстрым образом, я вам скажу. С какой скоростью она фасуется? 19 кубов в час, 20 кубов в час. Нормально вообще. За 5 часов 100 кубов перемалывается. Зафасовывается в мешки. На такой перемотке на это нужно всего лишь 2,5 минуты. Не знаю, почему скорость фасовки пшеничной муки не такая же, как скорость фасовки ржаной муки. Но нас, в общем-то, это особо касаться не должно. Короче говоря, друзья, ладно. У нас вот это вот всё сейчас доделается. И мы с вами встретимся в 7 часов утра уже в следующей серии. У нас там будет уборка. Я тут сейчас ещё немножко понавожу порядочки. И всё такое прочее. И мы встретимся с вами уже в следующей серии. А вы же не будьте сосисками. И поставьте лайкусик. Потому что кто не поставил лайкусик, тот с сосиской. И все прекрасно об этом знаете. А если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Да. Это поможет вам быть в тонусе. Не знаю, почему я так сказал, но это правда. На этом, друзья, у меня всё. С вами был Никита Дилой. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»